В продолжении нашего предыдущего разговора хотелось бы задать вам вопрос. Есть у вас претензии к избиркому города Севастополя? И какие? Ну, ой, вы знаете, очень много. Ну, давайте вкратце и по порядку. Давайте. Я понимаю, что я утомляю зрителей, да, наших слушателей, зрителей, и я не знаю, насколько это интересно, но факт остается фактом. Да, первое, значит, люди, которые у нас сегодня вошли в комиссию избирательную, в Севастопольскую, недостойные люди, это на мой взгляд, и я это обосновываю. Я вам перед этим говорил, есть такая Ирина Латшина, да, она вообще-то прописана в Москве. Что она делает в Севастополе в избирательной комиссии? Ну, пригласили. Ну, боевое братство ее пригласило. Севастополя нет достойных, это знаете, я все время смеюсь. В Севастополе не нашлось достойного человека, чтобы он стал секретарем партии «Единая Россия». Это нонсенс или анекдот? Ну, я вам даже скажу... В Севастополе не нашлось, извините, достойного человека, чтобы вместо «Сабли» нашел Севастопольский «Единый Россия». Это настолько «Единая Россия» так в авторитете упала в Севастополе, что даже идет туда очень уважаемый человек, ничего личного, Витко, да, я к нему очень уважительно отношусь. То есть, Алтабаева, понятно, но он «Сабли», он депутат Госдумы, мы же люди доверили, он стал депутатом Госдумы, мы люди доверили, и он идет в Севастополь. Ну, может, он для кого-то старается? Пусть старается, только нас в «Заблуждение» не вводят избирателей. Мы сейчас будем готовить, вот я пообщаемся, кстати, с юристами, вот сейчас вот, может быть, есть необходимость подать именно на «Единую Россию» сейчас суд, за то, что они уже в попытке мошенничества и обмана, обманным путем идти к власти, вводом в заблуждение избирателей. Семья Анатольевич, хотел еще такой вопрос задать. Сейчас, извините, а вы мне задали вопрос по комиссии. Опять же, я почему вернулся к любимому братству, они же ввели эту лакшину, которая, очень негативное они отношение как к секретаре было, и, вы знаете, ложь самой комиссии, когда басово мы обсуждали вопросы, да, по подписям, потребовали от нее «покажи нам подписи», мы хотим оспорить о том, что вы их не признаете. Во-первых, хамский был ответ, очень хамский ответ был, о том, что, типа того, что вот я бы так сказал, «слышишь, ты ничего не перепутал, это мои подписи», дословно говорю, «это наши подписи, это наши папки, и мы вам не обязаны их давать». Мы говорим, нам не надо давать, вы нам покажите в нашем присутствии подписи, которые вы забраковали. Только в судебном порядке и в суде. И таким наглым тоном, понимаете, вот я тогда себя поймал на мысли, вот глядя на нее, у меня такое создалось какое-то впечатление, она мне наркоманку напомнила, я не хочу ее обскорблять, обижать, но вот себя ведут так именно люди-наркоманы, у которых нарушена психика. Нет, есть еще люди, которые знают, что они делают, что они сделали, знают. Им надо как-то... А вы знаете, у меня вопрос тоже, Басова, вы знаете, что у нас сфальсифицированы были выборы губернатора Овсяника, и мы поймели то, что поймели сегодня, его нету, да? Ну сколько он нам крови выпил, сколько зла нанес, и вреда Севастополю и Севастопольцам, благодаря Басовой, ее махинации, которые она сделала. И типа вот у меня есть вот такой документ один, мне тоже вот, Басова, она меня как бы, и не только нас всех осуждает, очень в жизни по закону, она, кажется, работала в Минюсте, а потом была переведена в правительство Севастополя. Но на каком основании она могла перевестись, если это было не предусмотрено? То есть это нарушение закона. То есть мне вот тоже интересно, если меня уголовником объявляет, человек, который не имеет на это права, я буду обращаться сейчас в правительство Севастополя, чтобы там все-таки была проведена проверка по ее деятельности, когда она была директором территориального департамента территориального развития. Я, насколько знаю, закон, который она написала, он был забракован и прокуратурой, и Минюстом. Это говорит о ее профессионализме, да, в кавычках профессионализм. Вот теперь смотрите, заместитель председателя избирательной комиссии Басова, который не отличается профессионализмом, и я имею право это сказать, и Лакшина, которая себя уже скомпрометировала, да, это два основных эксперта, которые задробили все партии, оппозиционные, как они говорят, и тех сильных личностей, которые могли идти по одномандатным округам, составить конкуренцию представителям Единой России. Дальше, что мне не понравилось, то, что когда Басовой и комиссии, рабочей группе Мария Геннадьевна, нашу полномочия, и стали говорить, ребята, вы же нам не дали ознакомиться с подо, и стали лгать. Ложь. Самая настоящая ложь. Вам не кажется, наверное, фильм смотрели французские, называется «Большие гонки», где, когда они садятся в автомобиль, говорят, «Макс, сейчас у пятого номера отлетят колеса, у шестого вылезет двигатель». Вам не кажется, что это вот похожее? Именно, это мне не кажется, вы правы абсолютно, и так, с точностью до погрешности. Но самое интересное, вы обратили внимание, что отношение не к парламентским партиям, такое же отношение, как в Севастополе, произошло в Москве и в Санкт-Петербурге. Просматривается вами... Параллельно можно провести параллельно, но я хочу сказать так, что разница лишь только в том, что в Севастополе нет людей Навального. И если мы в оппозиции, у меня есть своя точка зрения, или у нашей партии есть своя точка зрения, и она вдруг совпадает с позицией Навального, или у Навального совпадает с нашей позицией, точнее, в том, что мы Навальновские. У нас позиция очень простая, ребята, социализм, возврат к государственным предприятиям, к коммунальным предприятиям, к муниципальным предприятиям, отстранение бизнеса от обслуживания федеральных и бюджетных денег. И эту позицию власть знает, и они боятся, потому что у нас у власти, я не стесняюсь этого слова, барыги. Ну, по своей убежденности, можно сказать, что вы даже близки к коммунистам. Но мы не поддерживаем коммунистов из-за их трусости и предательства. Это вы имеете в виду 2014 год, когда они отказались? Я в 2014 год, когда они там, и много-много нюансов, и мы сталкивались сейчас. Там есть уважаемые люди, к которым я уважительно отношусь. Но я не... Ну, не будем затрагивать этот вопрос. У меня уже спрашивали, вы готовы поддерживать коммунистов? Я говорю, да, но уже два раза придав, мы не хотим, чтобы нас придали в третий раз. Это я имею в виду в местном отделении партии. Но у вас не складывается такое впечатление, что севастопольцам, которые придут на выборы, по-моему, 10 сентября? Восьмого. Восьмого. Что им просто не за кого будет голосовать? Да, мы лишены права, более того, мы лишены права голосовать против всех. И я обращаю внимание, что президент в свое время подписал указ, чтобы была графа против всех бюджетных. Против всех. Да. Но Госдума ее не пропустила. И был принят закон о том, что на усмотрение... Избиркомов? Да. Не, не на усмотрение депутатов. Да, вот так даже. Да, или избиркомов, или депутатов, я не понимаю. Но в всяком случае, на выборах законодательного собрания или муниципальных образований, графа против всех может присутствовать на законодательном уровне. То есть официально, законно. Только надо, чтобы они приняли на местном уровне решение. Поэтому я тоже считаю, что здесь идет саботаж. И я хотел бы закончить свою мысль по поводу рабочей группы комиссии избирательной, да, Севастопольской. Вы знаете, неисполнение своих обязанностей, или не должное исполнение своих обязанностей, или скрытое, скрытое, да, как это, скрытое препятствие исполнять нам свои обязанности, это называется саботажем. Так вот, на сегодняшний день Севастопольская городская избирательная комиссия, это саботаж. То есть действие, либо бездействие. Да, саботаж, это... Ну, а как вы считаете, может такое быть, что это инструкция была, которая была конкретно расписана? Я не сомневаюсь, это сговор. Это сговор группой лиц. Еще такой вопрос. А скажите, пожалуйста, ну, фактически от этой всей ситуации с выборами пострадает кто, первую очередь в Севастополе? Да, я вам скажу, что с такой властью, со слабой властью Россия сильнее не станет. И слабая власть никогда не будет защищать свой народ. Если пять лет Единая Россия в Севастополе гнобила свой народ, ну, вы видите, что происходит, да? Вы знаете, даже если я в 2014 году говорил, что у нас геноцид идет, я больше скажу, что на геноцид это уже не похоже. Я уже даже вижу признаки фашизма. Сионизм, фашизм. Я уже вижу по отношению к Севастопольцу признаки фашизма. Вы знаете, я, может быть, сейчас некрасиво скажу, но я сейчас на собственной шкуре прошел весь путь. Весь путь судебных. Я прохожу, и по сегодняшний день на меня идет очень сильное давление. А при Украине вы испытывали такое подобное давление, как вы считали? При Украине когда было. Ну, вы знаете, я, как говорю, я советский-русский. Для меня, что Украина, Грузия и Абхазия, и Узбекистан, и Молдай, это одинаково. Я принимал присягу один раз. Я себя считаю гражданином СССР, потому что я от гражданства не отказывался. Меня все время понуждают и дают понять, чтобы я себя человеком не чувствовал. Вот, поэтому в этом отличие, ну, у меня еще есть силы, как бы, я еще держусь за счет этого. Тот беспредел, который идет против народа России, это 100% нас уничтожает. Это, я не знаю, по чьей команде, но идет уничтожение народа. Ну, я смотрю, вот по Севастопольсам что творится, да. А если вы обратили внимание, севастопольцев там местных мало-то осталось. Населения много. Реальных побед, как Единая Россия тут кричит, нет. Ну, дороги, ну, это же не победа дороги. Это, в принципе, надо уже новое ремонтировать. Поэтому то, что за 5 лет было сделано в Севастополе, сделано в кавычках, хорошего, я не могу сказать. А сделано реально против Севастопольцев и против Севастополя, это 1000%. То есть ничего не сделано. То есть тот же самый саботаж, кризис власти и на следующий день у нас еще кризис избирательной комиссии. Кризис. Спасибо огромное.